Башенные часы с белянцем в качестве регулятора хода прослужили человечеству несколько столетий. А затем развитие механики позволило создать более совершенный регулятор. Им стал маятник. История происхождения маятника началась в Италии, в городе Пиза. Здесь в XVI веке все студенты обязаны были посещать церковь. Этому правилу приходилось подчиняться и будущему великому ученому Галливию, когда он был студентом медицинского факультета университета. Однажды, во время богослужения в Пизанском соборе, Галилей случайно обратил внимание на то, что люстра, свисавшая с потолка на длинных цепочках, по какой-то причине стала медленно раскачиваться. Это показалось ему интересным, и он стал внимательно наблюдать за ее качаниями. Размахи люстры постепенно ослабевали, но Галилею показалось, что хотя размахи люстры уменьшаются и затихают, время одного качания остается неизменным. Так как точных приборов для измерения времени тогда еще не было, хорошим секундомером служил ему собственный пульс. Нащупав на руке пульсирующую жилку, Галилей считал удары пульса и одновременно качание люстры. Вернувшись домой, Галилей первым делом решил проверить эту догадку. Он стал раскачивать разные предметы, попадавшиеся ему под руку. Ключ от двери, камешки, пустую чернильницу и другие предметы. Эти самодельные маятники он подвесил к потолку и смотрел, как они качаются. Отсчет времени он по-прежнему вел по ударам пульса. Затем он изготовил уже экспериментальную установку для исследования колебаний маятников, свинцовых шариков, укрепленных на тонких нитях. Так Галилей открыл законы колебания маятника. Во-первых, он обратил внимание на то, что гирька на нитке качалась все тише и тише, а ее размахи становились все короче и короче. Но время одного качания не уменьшается. Во-вторых, Галилей убедился, что легкие предметы качаются так же часто, как и тяжелые, если они висят на нитках одинаковой длины. Таким образом, было открыто замечательное свойство маятника. Скорость качания зависит только от его длины. Длинный маятник качается медленно, короткий – быстрее. Размышляя о своем открытии, Галилей подумал, что оно может пригодиться врачам, для того, чтобы считать пульс у больных людей. Молодой ученый придумал небольшой приборчик, который назвал пульсологий. Пульсологий быстро вошел во врачебную практику. Врач приходил к больному, одной рукой щупал пульс, а другой укорачивал или удлинял маятник своего прибора, так, чтобы качание маятника совпадало с ударами пульса. Потом, по длине маятника, врач определял частоту биения сердца больного. Галилей понял, что маятник – как раз тот прибор, который необходим для часовых механизмов. Но в то время он был слишком молод, чтобы думать о внедрении в жизнь своего изобретения. Только в конце своей жизни старый, больной и слепой старик вспомнил о своих юношеских опытах. Но силы Галилея были уже не те. И ученый смог сделать только чертеж часов и рассказать о них своему сыну, Винченцо. Но Винченцо не успел закончить работу, потому что неожиданно умер. Изобретателем часов с маятником считается другой ученый – голландец Христиан Гюйгенс, который ничего не знал об открытии Галилея, но повторил его через 20 лет. Вот как выглядело устройство механизма часов с маятником. На валик накручена веревка с гирей на конце. Гиря тянет вниз и раскручивает валик. Валик приводит в движение систему колес. А чтобы валик под тяжестью гири не раскручивался слишком быстро, придумали тормоз – маятник. Раскручиваясь вправо и влево, маятник не позволяет колесу с зубчиками перемещаться при каждом размахе больше, чем на один зубчик. Такие маятниковые часы, созданные Гюйгенсом, резко повысили точность хода. Они отставали или убегали всего на 5 секунд в сутки. Поэтому это изобретение произвело настоящий переворот в измерении времени. А в деле конструирование часов был наведен в порядок. Через некоторое время ученые установили, что на маятник значительное влияние оказывает температура. Летом маятник с обычным стальным стержнем удлинялся и заставлял часы отставать. А зимой стержень становился короче, и часы начинали спешить. Изобретатели вскоре решили эту проблему. Практически одновременно два великих английских мастера, Джон Гаррисон и Джордж Грэхэм, создали компенсационные маятники разных конструкций, длина которых при изменении температуры всегда оставалась неизменной. Джон Гаррисон, например, сделал стержень маятника из нескольких металлов, стали и цинка. Давайте рассмотрим, что происходит с маятником более подробно. Расширяясь от нагрева, стальной стержень удлиняется к низу, но в то же время цинковые стержни удлиняются к верху. А вот как это происходит одновременно. Вы видите, что цинковые и стальные части маятника компенсируют друг друга, поэтому длина маятника всегда остается неизменной. Другой ученый, Джордж Грэхэм, придумал ртутный маятник. Здесь использовался стальной стержень, а в качестве груза – стеклянный сосуд с ртутью. Когда температура повышалась, росла и длина маятника. Центр тяжести ртути, находящийся в сосуде при ее расширении, поднимается вверх и компенсирует изменение положения центра тяжести всего маятника. Все это позволило добиться безупречности и точности часового механизма. Сейчас стержни маятников изготавливаются из инвара. Это сплав железа и никеля, который почти не расширяется при нагревании. Маятниковые часы открыли новую эпоху в истории часов. Они подняли точность измерения времени на новую высоту, а также открыли путь к широкому распространению комнатных часов. Однако их существенным недостатком являлось то, что они должны были стоять или висеть неподвижно. Именно из-за этого они не годились для использования на кораблях, поскольку качка нарушала равномерный ход маятника.